Хе-хе-хе! Приветствую вас! Меня зовут Кабултор Флип, и я рассказываю сказки всем желающим послушать. И сегодня я продолжу сказку о красной шапочке и рыжем волке. Это настоящий роман! Итак, красная шапочка и рыжий волк отправились к бабушке. Волк подумал, но слух не сказал. Да нет, Машенька, тебе показалось, что ты меня поняла. На самом деле волк всегда остается волком, и каждый виноват в том, что хочется мне кушать. Да, волк хоть и не был злобным, но всегда сохранял свою хитрость и осторожность. А Машенька была очень воодушевлена верой в то, что может изменить волка и сделать из него джентльмена. По дороге встретили они охотника. Охотник, заметив, что Маша дружит с волком, предостерег ее. Волк всегда в лесу остается волком, Маша. Не думай, что какие-то пирожки или добрые слова сделают его безвредным. Тем не менее, они пришли к бабушке. Ой, здравствуй, моя внученька. Машенька какая же ты у меня большая и красивая. А это кто? Ой, рыжий волк? Да, не бойся, бабушка. Я просто рыжий волк. Бабушка, это не обычный серый волк. Он же рыжий, и он любит пирожки. Так что, если ты будешь кормить его пирожками, то он будет жить у тебя и помогать тебе по хозяйству, и даже ходить в лес за хворостом. Ох, внученька, как же можно доверять волку. Ведь сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Нет, бабушка, это особенный волк, ведь он рыжий. Я одену ему бабочку на шею, накормлю пирожками, и он будет стараться стать джентльменом. Ведь правда, господин волк? Да, бабушка, ведь наш господин волк настоящий интеллигент, он умеет говорить на человеческом языке. И тем не менее, Маша решилась доверить волку свою любимую бабушку, убедила саму себя и бабушку оставить волка в доме, одев на шею волку бабочку. На следующий день волк с нетерпением ожидал обеда, но его голод не оставил ему шанса на милосердие. И он сорвал с шеи бабочку, ведь ему захотелось съесть бабушку. И приговаривая, «Ты сама виновата, бабушка. Ты просто слишком аппетитная, чтобы устоять». А бабушка была на стороже, и она успела выскочить из дома, хорошо притворив за собой дверь. Побежала она к охотнику за помощью. А Маша в это время пришла навестить свою бабушку. А волк замаскировался под бабушку, лежит на кровати, закрылся до самого носа одеялом. И тут Маша увидела бабочку, которую волк сорвал в момент отчаяния, но не подозревала ничего плохого и спросила. «Бабушка, а где волк?» «Он в лесу собирает хорост». «Бабушка, а почему у тебя такой хриплый голос?» «Так я же простудилась, моя милая». «Бабушка, а почему у тебя сегодня такие большие глазки?» «А это чтобы лучше видеть тебя, моя милая». «Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» «А это чтобы лучше слышать тебя, моя дорогая». «А почему у тебя такие большие зубы?» И тут волк, уже не выдержав, не смог больше скрывать свою истинную сущность. Он вскочил из-под одеяла и крикнул. «Чтобы тебя съесть!» Внезапно в дверь ворвался охотник и бабушка. Волк был пойман и наказаны свои деяния. А Маша поняла, как важно быть осторожной, и что добрым словам и пирожкам не всегда можно доверять, а природу изменить нельзя. Несмотря на все усилия Маши понять волка, волк остался волком в самом глубоком смысле этого слова. Он был хищником, и его природа не могла быть изменена. Так закончился этот грустный роман. Есше себя здорово могла быть удивлен,